Всем привет! Вы на канале Ната Лайф и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, сегодня собираюсь приготовить обалденный традиционный французский пирог киш с грибами и курицей. Итак, приглашаю вас к себе на кухню и будем готовить вместе. Погнали! Итак, друзья, для нашего пирога нам понадобится, конечно же, слоёное тесто 250 грамм. Ну и для начинки 300 грамм грибов, 150 грамм куриного филе, 300 грамм сыра у меня сулгуни, и я его уже натерла на терке, две большие луковицы, немного зеленого лука и три яйца, ну и, конечно же, соль, перец по вкусу. У меня вот такая вот форма, небольшая. Форму лучше брать с глубокими краями, для того, чтобы поместилось побольше начинки. Итак, приступим. И для начала мы нарежем крупно лук и обжарим его в любом растительном масле. Лук нарежем довольно-таки крупно, вот на такие вот четвертинки, полукольцами. Зеленый лук тоже нарежем. Друзья, когда наш лук почти уже готов, добавляем сюда грибы и обжариваем минут 10-15. Давайте мы это все дело посолим и поперчим. Ну что ж, друзья, наши грибочки уже почти готовы. Сейчас мы добавим сюда зеленый лучок. Буквально пару минут и нашу начинку мы снимем, для того, чтобы она немного остыла. А мы с вами поджарим курочку. Итак, друзья, наши грибочки уже готовы. Теперь на этой же сковородке мы слегка обжарим нашу курочку. Итак, друзья, наша курочка уже тоже готова. Добавляем ее к нашим грибочкам. И тоже подождем, пока она немного остынет. Итак, друзья, наша начинка готова. Теперь мы займемся нашим тестом. Смажем нашу форму растительным маслом. Хорошенечко вот так с боков. Все хорошенечко промасливаем. Тесто немножечко вот так раскатаем. И выкладываем в нашу форму. Выкладываем в нашу форму так, чтобы края у нас вот так были высоковата. Тесто вот так накалываем, чтобы оно очень сильно у нас не вздулась. Друзья, теперь собьем наши яйца. В яйца можно добавить немного сливок или молока, чтобы они хорошо-хорошо так взбились. Теперь добавляем наши взбитые яйца в нашу начинку. Сюда же отправляем наш тертый сыр. Хорошенечко все перемешиваем. Ну и отправляем нашу начинку. Наше тесто. Теперь отправляем наш пирог в духовку, в разогретую духовку на 180 градусов минут на 40. Та-дам! А вот и наш пирог. Я его немножечко сверху еще посыпала сыром. Минут за пять до того, как достало. И он получился теперь у нас еще более симпатичный. Теперь подождем, пока он немного остынет. И, конечно же, попробуем, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок